добрый вечер мои маленькие любители сегодня я хочу сделать обзор на вот такую вот лапшичку написано опять ходит вставлять ёпта меня зовут андрей нефедов я тут немножко заебался с ее приготавливать чтобы брать сим было видно комплекте да вместе с этой замечательной лапшичкой шла вилочка складно ладно не буду трогать бля сейчас поломаю сломная будет вот на короче складывается прикольно давно таких не видел дальше в комплекте у нас был кусок хлеба какого-то хуя но я это бородинский магазин магнит ладно давайте меньше томить откроем ебать она нахуй выглядит на ажористый супец ребята сейчас будет жестко а ты еще хотел помнишь сколько воды налить ну да ничего давно бы там не заварилась также на запилочек у нас будет то что шло в комплекте лимон кейк торнадо все считают говном но многие люди его встречал мне нравится я не врач не рекомендую нет не могу давать какие-либо рекомендации так что еще такого рассказать могу я я не ел практически ничего вот натощак буду острую лапшу хавать в общем-то да сейчас перемешаю там все сейчас на аромат проверим у меня аж нос пробило ноздрю дышать лучше начал запах у нее необычный как минимум лапши с похожим каким-то вкусом запахом и так далее да понюхай да я тебе говорю это сухарики солями да не похожи они на сальса соля вот короче как минимум лапшу с подобным вкусом ароматом я ранее не чуял поэтому ну и не пробовал поэтому да давайте пробовать не так как интересно ребятам гадайте кто ему подарил ты за что огромная благодарность она прикольно тем то что она вот не с этой ебашущей короче остроты но она в то же время обволакивают то есть типа бляна пиздатая она вкусненькая давай ка еще как минимум лучше чем . как сказал в отзывах чувак не смог есть после первой вилки горькая пиздец но это реально че надо ну остро и не чтоб тебе прям горьким что-то казалось да куда ты жопу показываешь ну попозже я кошку у тебя убегу руки бля чё ты какой вкус у него хоть примерно на чем-то похоже бля как будто ну типа в принципе по самой консистенции блюдо и т.д. как будто обычные макароны хаваешь типа ну спагетти вот и это тоже кстати прикольно потому что они они не пустые как это то есть они ну реально как вот макарошки такие оттворил макарошки там но сейчас я покажу стебелек бамбука тут черное солнце погрузиться блять а он сладенький прям такой интересная палитра цветов потому что она по сути в остром бульоне они вообще никакой старты просто сладенький бамбук короче я по ним вижу кстати что они не похожи на обычную вот эти лапши они прям хорошо выглядят красиво ты это перекинь хлеб короче себе на крышку на эту лапшу я просто кошку я заебался уже выгонять отсюда я вам кошка покажет жопу давайте не буду щеку мешать ну конечно вот его на наваристость которую прям видно бля вкусненько прям заебись даже можно было бы натощак она реально не настолько ну поскольку наверное у меня нормальный такой толер уже эй блять вкусно ты тут лазишь нормальный толер такой к острой пище вот был видеоролик где перец каролина рипер целый хава но он не выйдет никогда наверное вот я там конечно прихуел и минут двадцать наверное над толчком стоял что мне слюни просто тип бежали лютым образом вот но каролина рипер это каролина рипер это как бы такое дело я удивлен почему кто-то не мог есть да она она не то что не острая но не заюбывающая да я вот про это и хотел кто-то что острый саду не хуярит но она присутствует еще хороший острый хороший и очень пряный такой вкус ну конечно там четыре пакетика соевый соус четыре блять пакетика приправ во всем этом деле там а тут где-то написано но я боюсь опять как не федор приправа саль соус соевый соус пшеница уксус соль сахар вода ну короче до 4 масло и чили кунжут всякого такая шляпа а врачи натуре это было блять масло я а острый соус это то что я изначально подумаешь это соевый соус вот либо она прям бульончик крана его вот это смотришь когда просто на него он отражает свет это очень красиво да да не знаю даже чем напоминать но апша и она еще разварилась прям нихуево нормально вот именно на на пробу особенно так праздничный а как она сама по себе называется но короче если вы увидите там на маркетплейсах каких-нибудь вилдобрейса озон и так далее гонконг мало нудлс нахуй я не знаю написан чхонг-конг короче чем такое найдете вот это от себя лично кто любит опять-таки острую пищу кто любит всякое такое от себя могу по порекомендовать это действительно очень приятное хорошее блюдо даже я как человек который не настолько острое любит но типа не настолько много его ел в основном но ну типа я очень острое не смогу есть вот это в принципе да скорее всего с перерывами немножечко ну типа продышаться запить но реально очень прикольно и вот хорошего что она не это не оказалось давно вот на очень приятная короче хочу попробовать чисто бульончик а брать приголосить давайте-ка на пробу возьмем на дыма бульончик прям сам он очень вкусненький попробуй прям приятненький очень я бы его даже пил чисто блять ебать он прям бля мне очень нравится очень приятный я блять супец бы какой-нибудь такой ну типа не лапшу а вот именно это как суповая основа короче вообще великолепно бля нужно еще как-нибудь взять не прям мне прям очень понравилось я прям это на каком-то повышенном настроении а я слышу что кстати острая пища как-то ну типа психологически влияет настроение прибавлять так далее что-то говорил даже куда бы какие-то такие вкусы морепродукт да есть такое кстати при этом составе их родине там вообще вроде в принципе никакого там не ну типа ну я понял о чем-то там типа одни овощи может поэтому кстати так необычно ощущается потому что обычно ты привыкаешь потому что ты кушаешь лапшу с чем-то а тут типа с острым крахмал из батата ёпта может это крахмал из батата также дает в себе звук нэта нет он на вкус был как картошка как кр с ч ч ч это пшеничная с овощами и перцем них дохера их С морепродуктами Из картофеля по сич Дальше не написано По-тайски С бобами есть Даже есть веган С арахисовой пастой Нихуя себе, вот это прикольно С арахисовой пастой Интересное сочетание Может там, кстати, это не паста, но сейчас я посмотрю Нет, с арахисовой пастой и кунжутом Интересно Интересно звучит на самом деле Я бы такую попробовал И сколько такое стоит? Вот это или... Ну, в принципе, там Вот это 200 сейчас Но сейчас 400 Нихуя себе Сейчас Где, как арахисовый-то открытый? Впереди А да, тоже 200 Ну, типа еще пак Ой, у них даже какие-то рекламки есть Я еще могу сказать Наверное, потому что я... Чтобы не натощак ее хавать Я наелся пиздец Она прям насыщает Да я там дохера Потому что... Что, мышек? Хочешь попробовать? Ну, давай Да, я понимаю Охуеет совсем Вот У них на зоне забавно У них там анимация Как какой-то кошак поел Лапши такой И мы очень острым И он бегает Ну, можем переснять Такую же мне, конечно Она довольно популярна Если кто-то будет искать Он так и так ее найдет И тут правда Она прям в нос капли энергетика попала Очень много Хороших отзывов Но некоторые пишут Ничего особенного Ну, может, какие-то люди Которые, в принципе, привыкли жить В какой-то, ну, типа, экзотике Халосяку Необычно Брал в поезд Зашло и вышло на ура Ха-ха-ха-ха-ха Да, кстати, пока я тут доедаю И пытаюсь что-то такое сделать Ты это... Почитай отзывы забавные Если будут Ну, это если будет Да тут в основном какие-то прям знатоки Мне нравится Что только чили И еще ничего Ну, вот к этой Которая с арахисовой пастой Говно реально Лапша как будто из подвала Кунжута Вкуса нет Хотя вот здесь, кстати, ебать какой кунжут Он просто в водичке даже Сам по себе отдался туда Арахисовая паста, разумеется, тоже Очень О-очень Острая Запах такой, что блевать хочется Жижу вылил в унитаз Несмотря на то, что веган не рекомендует И при этом целая куча нормальных отзывов Еще Но лапша, кстати, не всем нравится Вот тут тоже Ну, потому что это очень экзотично звучит Лапша с арахисовой пастой Вообще Когда я не до этого слышал такое Мне кажется, нет Ну, при этом тут суперклассно Кусто Что там по поводу вот этой конкретной Которую ты сейчас кушаешь Я найду Отзывы Ну, я типа 4,7 из 5 у нее Или это еще у всех Да не, нормальная сумка Новые полезные С высокой оценкой О, с низкой Химически острый И противно горький Твои ощущения чувствуется Вообще После первого Наоборот, как будто Че-то Таким Плюс-минус Натуральным Так намного вкуснее, чем Любая лапша Ну, понятное дело Потому что Блядь, дело То есть за лупы Говна какой-то После первого укуса Да уж Ну, кстати, вот очень жирная Да, она типа Ну, она нажористая Она прям нажористая Жесть Прям Очень сильно Вон, у чего-то Че-че Да И мне Макаранина Впечаталась По щеке Рот горит От перца И сжога Сразу Началась После первой Вилки Блядь, ну Люди Хотя бы перец Начните есть Бал этот Красный Стручковый Перед тем Как покупать Че-то острое Это как Мэд Когда Хавал эти Веганские Продукты Говорят Бля, мне от них И сжога Нахуй Началась Кстати, не знаю Там Че Мэд Пиздел На Веганский Сыр Потому что Я же хавал Веганский Сыр Блядь Слушай Он на самом Деле Не то Чтобы От обычного Как-то Сильно Отличается На самом Деле Маш У него Какой-то Был особенный Так Ну-ка Ну-ка Вот Тут Хорошее Хорошо Написано Хороший Этот Хороший Коммент Людям Как раз Зачитаю Для человека Непривычному К остроте Он будет Мощно Если же Вы Используете Шрирач Вместо Кетчупа А Халапене Для вас Легкая Закуска То Эта Лапша Будет Приятно Греть Но Не более Типа Просто Она Действительно Приятно Греет Вот Да Это Такой Весьма Точный Ну И Чел Типа Четыре Поставил Потому Что Хотел Обосраться От Остроты Остроты в остроте а потому что мне сам вкус нравится он типа очень такой необычный то есть я подобно вкусовые что вот типа реально последнее что-то похожее на это я ел этот доширак со вкусом морепродуктов вот он реально типа чем-то похож но при этом тут вообще не такая лапша как в том чего вы можете ожидать от лапши если вы никогда не ели что-то подобное я тоже в первый раз китайскую лапшу я ел бомжатскую а такую вот я в первый раз вижу и прям удивлен я обзоров много видел на подобные штуки того же нефедова и так далее видел всякие обзорчики на подобное и мне всегда было интересно попробовать потому что ну там некоторые делали обзоры на подобные штуки там некоторые короче такие лотки стоили блять по 400 рублей там и так далее ну короче прям дорогие но и как бы все прекрасно знают что человек я но не прям супер бедный конечно наверно но не богатый вот лоток лапши за 400 рублей это не может ну да лоток блять лапши за 400 рублей это но для меня как будто немножечко чересчур был бы я там побогаче был побольше денег наверно мог бы себе даже и за 400 рублей позволить какую такую шляпу но вот все все никак не мог и вот наконец-таки попробовал и очень приятно удивлен что я еще хотел сказать из того что из каких-то дорогих продуктов вот я даже не помню что я последняя типа ел на самом деле потому что я ну в принципе блять вискарь наверно вот я тут я взял или гермейстер вот когда приехал со фронта нахуй вот встречал человека и заказал ой заказал купил батл егера вот и кб наверно только алкоголь вот дальше ты из дорогого ясенку геннесс пиво блять тоже за банку там три сотки почти нахуй вот оценки тут сложно выставлять такого еще не ел бы опа овощички сравнивать мне не с чем кроме бомжатского этого говна но это вообще разные категории пищи мне кажется вот вот ночью и срать я кстати на самом деле буду так ну типа не прям ядерно конечно но с ощущение продолжение как там блять вошло и вышло охуенно в поезд купил вот это ну так подпечет я думаю немножечко мне анус когда я буду заниматься выпровождением блять переработанной пищи моем организме чё могу то про энергетик рассказать могу лимон кейк таурин кофеин витамины лимон кейк таурин кофеин витамины лимон ладно напиток безалкогольный тонизирующий газированный торнадо energy лимон кейк короче увидел этот энергетики впервые в своей жизни летом 23 года он очень мало где продавался вот и куда в магните где-то под воронежем нахуй он был вот мне было типа интересно взял попробовал бля и мне он почему-то прям сразу понравился потому что ну типа у него вкус странный пиздец вот и даже до сих пор мне он таким странноватым как блять ты же магнит ходил там рядом этот сумка кобура рф блять сидим ну еще сейчас сам схожу наверно после похода в туалет потому что я уже чую что подходит хотя блять я перед этим сидел в туалете блять да по большому что-то видимо у меня этого реально организм все сбой дает паял сразу же отправил в путь дорогу ну по сути кстати да всю лапшу я уже съел больше вкусный тут также не рекомендуется это лапша вообще в принципе подобные лапши не рекомендуется альтернативно одаренным людям которые любят выливать эту блять жижу на это реально только дегенерат бля выйдет из такой лапши жижу она как раз по сути главное что вы тут есть просто это натуре вот как ранен готовится и ты это все должен наверное допивать уже буду я не буду показывать как нефедов бизец мы это самое отбрение федов сегодня у нас много упоминается мы как будто какой-то вид доз болеть из 2000 нахуй 13 когда нефедова еще обсуждали зацепились за какую-то хуйню про эту лапшу блять и все ну типа за то и за обзор конечно интересно было бы ту трех троих кратный остров ну да но это когда-нибудь когда-нибудь как будут деньги как будет еще какой-нибудь повод закупиться чем-нибудь не супер бомжатским вот закупиться чем-нибудь таким стоящим короче вот может быть как-нибудь да подберем какую-нибудь прям ебануто острую лапшичку и буду я сидеть как нефедов ахуеть блять какая хотя мне кажется на самом деле реально ну может не фанат острова но мне кажется я бы ее типа спокойно уплел наверно не настолько же спокойно как допустим эту лапшу вот но мне уж точно было бы полегче последний хлоточек это был великий мукбанг на чонкуинг мало ну понятно всем на вот такая вот масса нет то 145 вот вот очень вкусно мега приятно ощущается во рту и послевкусие остающийся поскольку я принял в рот это блюдо что называется короче меня все очень сильно радует выражаю огромную благодарность человеку который такой невероятный подгонщик не сделано вчера день рождения был сделал такой невероятный замечательный подгонщик ну а следующий раз я наебенюсь пивком когда он мне подарил это ну понятно его там там небольшая баночка вот и там такие же нечитабельные буквы написаны только она не китайская корейская хотя это наверно тоже корейская лапша китайская ну да вряд ли хотя сейчас да покажи им да не видно будет кстати я понял а просто будет коричневый пиксель один большой а мне интересно сколько он 4 по моему а не менее 33 она вообще слабо алкоголь на вот и мне это понравилось а вот да никогда брать вот эту за лупу вообще не надо потому что ну типа это гавы но это вот я пробовал как-то разочек своей жизни этот и больше нахуй это прям типа оригинал japan не сбир блять как там антон говорил что-то американский легкий лагерь сваренный в землях баварии на блять хмели из берлина нахуй в японских традициях и продающийся в российских алкомаркетах но охуенно бля короче блять она максимально никакое в нем но типа из того то что я пил она просто как блять надо по подслащенная водичка из-под крана вот как то есть она она ну как по мне пустоватая вот именно такое кстати серебряная я не пил я пил золотую банку тебя тоже жанна есть нет это только этот пил мой но я больше не пил ты че я попил зарекся никогда не должен видеть вот я бы еще одно пиво короче попить которая продается и она вроде тоже импортная нормальная такой с зеленой хуйней тоже гейсер вот да нет я люблю всякие типа да импортные пивасики надо покупать когда деньги есть и настроение у меня какое-то такое не нажраться именно что-то вкусное попробовать этот обзор на лапшу как обзор на нитфур рашу болится блять 39 минут вот информации информация дания 0 информации блять в том что я тут говорю вот привет я понял ну да всем привет я поел лапши записал то на видео короче манга мукбанга авокадо как его там звали русский афро русский короче сосед тимофея сливинского привет тебя в общем да пробуйте хотя бы разок в жизни уж точно нужно что-нибудь такое съесть на 7 я до откланяюсь с вами был этот пысый череп короче все